Приветствую вас уважаемые друзья, хочу представить вам обзор содержимого коробки такой вот интересной легендарной модели ИСУ-152 фирмы Тамия. Коробка как бы средних размеров, глянцевая, довольно красиво все выполнено. Здесь варианты окраски ИСУ-152 можно посмотреть. Здесь можно посмотреть где изготавливаются модели фирмы Тамия. Модель интересная лично для меня и как видите коробочка с литниками запакованными в полиэтилен. Сейчас все аккуратно распакую за кадром и продолжим. Распаковал литники, бегло их просмотрел и сразу хочу друзья сказать, Реально модели фирмы Тамия можно отнести к тем моделям, на которых вы будете отдыхать. Многие их называют модель выходного дня. Деталей не особо много и вот сразу в глаза бросается довольно качественное хорошее литье. Даже не видно шва от пресс-форм, если уже не смотреть, не искать облой, утяжины и все остальное. Качество литья на очень высоком уровне. И как бы собрал я уже моделей немало фирмы Тамия. Модели фирмы Тамия очень отличаются хорошей, качественной стыковкой. Выполнен пулемет зенитный. Модель 2009 года выпуска. На некоторых литниках 2007 год. Это скорее всего от ИС-2 литники, так как модель ИС-2 вышла немного раньше. Вот отлиты катки, балансиры, ступичные крышки, колпаки. Вот здесь видно и ствол от танка ИС-2. Баки. Звездочки очень хорошо отлиты. Шва от пресс-форм вообще не видно. Таких литника в наборе 2. Литник с элементами корпуса. С маской пушки. Очень хорошо отлита и сделана имитация брони. После видео, кого интересует, будет фотосессия с более подробными фотографиями. В наборе дана фигурка бойцов-самоходчиков. Также, чем интересен этот набор, в наборе 2 вида траков. Начинающим моделистам, конечно же, будет легче собрать виниловые траки. Ну, а кому хочется немножко попотеть, можно собрать наборные. Ну, что хочу заметить. И виниловые траки довольно неплохо сделаны. Ну и здесь каждому свое. Кому нравятся такие, кому нравятся и другие. Наборные траки, конечно, выполнены очень хорошо. Здесь есть специальный кондуктор для изображения провиса. Траки были очень тяжелые. И провис довольно серьезный. Тем более, у СУ-2 были еще опорных 3 катка над основными катками. И чтобы облегчить нам сборку, компания Томея сделала такой вот кондуктор. Своеобразное решение, упрощение для нас, моделистов. Очень приятно держать такие модели в руках и очень приятно их собирать. Так вот имитирована броня. И рытвинки, литая. Литые куски, сваренные сварным швом. Шов тоже довольно качественно выполнен. Сделать на него смывочку. Очень хорошо заиграет на модели. Ванна корпуса дана одной деталью. Здесь у нас 2007 год. В наборе даны силиконовые втулочки. Литник с прозрачными деталями. Вот здесь вот понятно, что это фары. А вот для чего вот эти вот стекла, я даже не знаю, друзья. Платка фототравления. Небольшая, но все же она в наборе есть. Это уже приятно. Дульник или дульный тормоз. Дан в наборе вот на таком маленьком литничке. Или он просто отвалился от какого-то из больших литников. Ну, выполнен довольно неплохо. Такая вот нитка. Имитация троса. Декаль. И инструкция. Инструкция на английском и японском языках. Довольно понятная. Ну, немножко неудобная. Вот из-за своего разворота. Все-таки инструкции в виде книжечки намного удобней. Чем вот такие вот брошюрки. Ну, схематично все понятно. Все очень хорошо показано. И проблем во время сборки у вас, друзья, не возникнет. Если вам понравилась данная модель, ссылочка будет в описании под видео. И приобрести вы ее можете в магазине Я Модельец. На этом, друзья, буду заканчивать этот обзор. Далее будет фотосессия. А на этом вам всех благ вам, вашим близким. Оставайтесь на канале. Кто не подписался, обязательно подписывайтесь. Поехали. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok